Представляя членом правительства нового исполняющего обязанности, премьер-министра Бадра Гунба отметил, что Валерий Бганба не раз возглавлял кабинет министров, а также был спикером парламента. Вы его хорошо знаете. Валерий Шухаревич не раз возглавлял и правительство, и был спикером, и в непростые сложные времена возглавлял и страну. Я надеюсь, уважаемые коллеги, на совместную плодотворную работу. Серьезные задачи сегодня стоят перед правительством. Исключительно, совместно, используя свой опыт, профессионализм, нам необходимо решать все эти задачи, которые сегодня стоят перед нашей страной. На правительство легла большая ответственность. Поэтому мы должны выполнить все обязательства, которые несем перед государством, отметил исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба. Мы должны довести страну спокойно до выборов, чтобы народ мог выражать свое поле и земли. Поэтому нам необходимо каждый на своем месте приложить все усилия. Мы должны выполнить все эти обязательства, которые несем перед государством, и в бюджетной сфере, и в энергетике, и во всех отраслях. У нас есть четкий закон о выборах, где каждый имеет свои какие-то обязательства. Наша задача – это подвести, помочь, организовать. По поручению Бадры Гунба совместно с Минфином, Министерством по налогам и сборам и таможенным комитетом были изысканы средства и оплачен переток на неделю. В рамках исполнения ваших вчерашних поручений нами были изысканы средства для оплаты очередной части коммерческого перетока электроэнергии. И мы проплатили коммерческий переток до следующей пятницы. То есть на неделю у нас есть финансовое обеспечение коммерческого перетока. Также дальше будем докладывать оперативно по текущей ситуации. Задача по изысканию средств для оплаты по-прежнему стоит. Мы консолидируем все имеющиеся возможности, как бюджетные, так и вне бюджетные, и делаем все необходимое для того, чтобы не оставить наше население без электроэнергии. Поэтому необходимо усилить работу по собираемости, работу, направленную на информирование населения. Чанцуха Гвардович, держу этот вопрос в отличной конкурсе. О состоянии бюджетной системы доложил исполняющий обязанности министра финансов Владимир Делба. Четвертый месяц Абхазия обеспечивает замещение российской финансовой помощи по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы. Объем этих расходов составил на сегодняшний день 398 миллионов рублей. Судя по всему, последние выплаты как за ноябрь, так и за пигабрь тоже придется делать за счет собственных средств. Ну, такие пока прогнозы, пока такие прогнозы есть. Вот, мы на этом уровне поставили приоритетность наших расходов. О чем сейчас говорил Чанцуха Эдуардович, если в цифрах, то средства только республиканского бюджета в текущем году были направлены на поддержку энергетической отрасли в объеме 360 миллионов рублей. И к этой сумме можно добавить еще 200 адресные целевые средства российской финансовой помощи. Итого 560 миллионов рублей, из которых у нас 285 пошли на средства, направленные на приобретение коммерческого перетока. Были привлечены заемные средства, кредиты Национального банка, краткосрочные, с погашением обязательств декабрь-февраль-март месяц. А вот, на сегодняшний день вот такой объем направлен. Это только ресурс республиканского бюджета. В текущем году еще подключились к финансовому обеспечению по приобретению коммерческого перетока бюджет Гагарского района. Там 70 миллионов рублей, бюджет Сухумского района 100 миллионов рублей. В общем, в целом, очень масштабные расходы направляются на эти цели. Что хотелось бы сказать, если у нас в таком же режиме будет проходить дальше, то у нас встанет группа риска, такая, что расходы на заработную плату тоже попадут под уровень несвоевременного, пока несвоевременного, возможно, финансирования. Но для этого все делается. Вчера Бадр Зуравыч проводил совещание среди главных администраторов, которых является и Государственный таможенный комитет, и Министерство по налогам и сборам. Ну, как обычно, как и всегда, будут прилагаться все усилия по администрированию доходов. На 20 ноября в бюджет страны поступило 5 миллиардов 600 миллионов рублей налоговых платежей при плане 4 миллиарда 986 миллионов рублей. На 20 число в бюджет страны поступило 5 миллиардов 600 миллионов рублей при плане 4 миллиарда 986 миллионов рублей. За 20 дней ноября в бюджет поступило 324 миллиона рублей. Вновь даны указания по всем районам, усилена работа, выставляем инкассы. Ну, работа ведется и бюджет, плановые показатели, они практически уже выполнены, но перевыполнение будет, работаем в этом направлении. За должности много? Да, долги есть. Ну, а что не собираем? На инкассу выставляем. Текущие долги у нас где-то 300 миллионов на сегодняшний день, это то, что мы ожидаем, они выплатятся. Есть нереальные, как бы сказать, есть проблемы. Это долги, которые идут с 16-го, с 17-го, с 18-го года. Ну, уважаемые коллеги, их надо списывать, если нереально, о чем вы их держите? Полномочия у Министерства по налогам. Есть парламент. Налоговая, инкасса, все методы, механизмы необходимо применить, чтобы собираемость была максимальная. То, о чем Валерий Равшухович сказал, я позволю себе не согласиться, никаких списаний долгов. Мы один раз начнем списывать долги, это будет примером и показателем того, что можно не платить долги. И потом это радо и не поздно спешу. Все, что должны люди, государству, бизнес должен, он должен выплатить. Также о текущей работе отчитались руководители ГТК, Минздрава и Министерства социального обеспечения и демографической политики. Финансирование всех выплат социального характера по линии нашего министерства за ноябрь месяц завершены. И завершены они без задержек. И профинансированы в полном объеме, это в том числе пенсии на общую сумму 136 миллионов 300 тысяч рублей за счет средств пенсионного фонда. И пособия, в том числе многодетным семьям, одиноким матерям на общую сумму 17 миллионов 853 тысяч рублей. Это за счет средств республиканского бюджета. На сегодняшний день задолженности по выплатам нет. Минздрава Республики Абхазия работает в штатном режиме. Были небольшие сложности с поступлением плановых больных в лечебные учреждения Российской Федерации. Несколько лечебных учреждений переговорили. Эти вопросы сняты на определенный период времени. Есть определенные задолженности. Будем, наверное, обращаться в рабочем порядке и попросим содействия в этих вопросах. На данный момент все пациенты, которые нуждались в плановой госпитализации в лечебном учреждении Российской Федерации, они госпитализированы. Те, кто были в пути, они тоже доехали до лечебных учреждений. С ними постоянно идет связь. Никаких проблем на данный момент нет. По состоянию на 22 ноября текущего года объем начисления таможенных платежей составляет 3 миллиарда 640 миллионов рублей. План годовой за 2024 год составлял 3 миллиарда 526 миллионов рублей. Выполнение идет на 103% на сегодняшний день. То есть годовой план мы уже выполнили на сегодня. Сумма перевыполнений составляет 113 миллионов рублей. До конца текущего года прогнозируется объем начисления таможенных платежей в размере порядка 400-450 миллионов рублей. До конца ноября где-то мы ожидаем до 150 миллионов рублей. А декабрь месяц где-то в пределах 370 миллионов рублей. Исполняющий обязанности председателя Госкомитета по репатриации Вадим Харадя поинтересовался у ЕО-министра внутренних дел, как проходит расследование инцидента, связанного с угрозами в адрес Али Куджба. Роберт Киут отметил, что проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к инциденту. Сейчас занимаемся, все необходимые оперативно-розыскные мероприятия намечены. Все необходимое для установления лиц, кто туда пребывал, делается так, что без реакции эту ситуацию мы не оставили. Занимаемся. Бадрагун бадал всем руководителям министерств и ведомств соответствующие поручения. Все свои усилия направляем на способность нашего государства, на жизнедеятельность нашего государства. Очень важный, сложный период. Все нацелены на работу, не поддаваться ни на какие провокации, находиться на местах. Вы знаете, что через три месяца будут выборы президента, и мы должны этот период пройти очень спокойно, достойно. Что касается тех сложностей, которые сегодня перед нами, это в первую очередь энергетика. Ченцух Эдуардович на постоянном контакте вырабатываете предложения по уничтению собираемости, в том числе Министерства финансов. Значит, необходимо аккумулировать средства. Мы знаем, что за переток надо будет платить до конца года. Это сумма примерно в 600 миллионов. Чуть меньше уже, да. Надо мобилизировать все силы. Бадра Гунба призвал членов правительства не поддаваться на возможные провокации, а сконцентрироваться на работе. Лаура Капш, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.